Продолжение следует... Здравствуйте, уважаемые гости, а гости это начальная школа к нам сегодня пришел на праздник, уважаемые представители лесного хозяйства, добрый день. Ребята, мы сегодня собрались, знаете по какому городу? День птиц. 1 апреля, Международный день птиц. День птиц стал отмечаться в нашей стране, в России, с 1927 года. В 1905 году вступила в силу Международная конвенция по охране птиц. Потом был подписан договор о перелетных птицах, и вот с 1927 года отмечается каждый год в нашей стране День птиц. И мы этот день тоже с вами решили провести в виде праздника. А праздник это что? Это конкурсы, это КВНы, и заодно проверка ваших знаний. Насколько вы знаете, те птицы, которые обитают в нашей местности, какое место занимают в нашей жизни. Сегодня я хочу на нашем мероприятии представить представителей лесного сельского хозяйства. Это Янякина Василия Евгеньевича. Кем он является, как вы думаете? Он часто приходит в наше учреждение. Лесник. Лесник, а сейчас как называется? Лесник. Давайте мы ему дадим слух, он сам сам расскажет, что он такой, чем он занимается. Хорошо? Послушайте, пожалуйста, внимательно. Здравствуйте. Я из лесного хозяйства в Московской области. Вообще мне предназначено охранять лес Лепинского лесничества. Границы там располагаются от города Нарфаминска, ну, примерно до Голоса. Да, приходится, да, выпиливать засохший лес. Засохший лес появляется в результате того, что размножаются вредители. Вредители, которые уничтожают, засушивают вечно зеленые растения. Приходится освобождать участки от засохших и сажать потом внушителей, ловим. Когда кто-то, например, засоряет лес, бросает мумыстры. Вообще, сегодня мы собрались для того, чтобы провести День Тит. Ну, День Тит у нас обычно бывает 1 апреля, но в связи с тем, что вы все уйдете на каникулы, мы решили провести его заранее. Ура! Ура! Сегодня День Тит. Наконец-то дождались. Как хорошо, что и у нас раздадут большой праздник. А вы знаете, что День Тит проводится около 100 лет? Нет. По некоторым данным, День Тит впервые был проведен в США в 1894 году. Надо же, как давно! А наша страна когда стала отмечать этот знаменательный день? В России День Тит стал отмечаться с 1827 года. На первое празднование пришло около 6 тысяч человек. А моя бабушка рассказывала, что именно в России зародилась традиция привлечения птиц. Люди делали гнездовья и всегда старались встретить нас с новой постройкой или отремонтировать наше старое жилище. А от моих предков я знаю, что первые гнездовья похожи на домики или фигурки людей. От рассвета до заката. Вот рабочий день перната. Рано солнышко встает и за собой в путь зовет. Люди добрые, проснитесь, на работу торопитесь. Птича пользуется за рот, раздается вам вопрос. Поздравляем! Поздравляем! Городец поменьше, чем ворона, зато попозже воробья. Он из творечника, как в балкона, поет не хуже воробья. Воробьи во проводам скачут и хокочут. Видно строчки телеграмм, славы им щекочут. Голоса птиц, аист, красный кардинал, альбатрос. Гагара Пеликана Фламинга Филинг Слушайте внимательно! Орел Павлин Журавль Чайка Чайка Лебедь Лебедь Попугай Кукушка Кукушка Дятел Анну Ворона Кукушка Уистину Ворона Кукушка Воробей Скворец Вот кто запомнился? Голос какой птички похож на минуточку? Да, такой у него.